Добрый вечер! Несколько слов о Китае. Хотим мы того или нет, возвращаемся к этой теме регулярно, поскольку любопытное что-нибудь там происходит постоянно. Сегодня, например, фирма Cherry. Это один из гигантов китайской автомобильной промышленности. Она делает то ли полтора автомобиля, то ли два с половиной. Сейчас чуть позже о статистических особенностях Китая. Так вот, с сегодняшнего дня Cherry позволила себе шикарного дизайнера. Они перекупили бывшего работника Porsche. Очень любопытного человека. Он дизайнер, будучи немцем, тем не менее, турецкого происхождения. Так как разговор о том, что все люди рождаются талантливыми, вопрос погружения в среду. В германской среде этот человек расцвел очень неплохим по результатам, успехам и работам своим производственным потенциалом. Стрельнул, будь здоров как, и работал сначала на Ford и делал, например, Mondeo и Cherry. Потом ушел на Porsche, делал Boxster и Cayman, и в том числе 918-го Spyder, очень симпатичную машинку, Hakan Sarkoglu. Теперь он будет работать на Cherry. Любопытно здесь то, что Cherry на самом деле среагировала больше не на то, талантлив этот человек или нет. Особенно посмотреть, если по тому, как выглядят Porsche. Серьезная дизайнерская работа, очень большая проблема сделать машину похожую одну на другую. Вот эти вот нюансы, они ведь, как правило, со стороны не очень видны. И между Mondeo, например, и Fox действительно разница есть. А вот Porsche, который пролетел мимо тебя, ну, правда, он еще и быстро летает. Он не дает иногда времени разглядеть особенности. Я все к тому, что быть дизайнером на Porsche довольно просто. В общем, особо делать ничего не надо. Но, тем не менее, сам Hakan, он человек толковый. Но в первую очередь в его нынешнем трудоустройстве сыграла роль бренд, принадлежность к бренду Porsche. Китайцам очень льстит, что у них теперь будет работать очередной бледнолицей, у которого в бэкграунде такое совершенно замечательное, творческое, успешное существование в одной из лучших немецких фирм, а по большому счету, возможно, в самой лучшей автомобильной фирме мира. Cherry Gigant. Cherry делает очень много, у них несколько заводов. И когда вот смотришь китайскую статистику, или, например, просто какие-то биографические данные китайских производителей, они все крупнейшие. В Китае нет ни одного мелкого производителя. Там любая фирма — это гигант. Она делает все, она делает годами, она чрезвычайно успешна. А реально две с половиной машины, один автобус, половинка какого-то прицепа и еще пара велосипедов. Когда китайцы начинают обобщать результаты своего труда и рассказывают о том, что они сделали 8,5, 9,5, а потом 15,5 миллионов автомобилей, они считают подъемные краны, бетонные мешалки, роликовые коньки, и понять, что у них происходит на самом деле, не сможет никто и никогда. А иностранцы не допущены к статистике, к аудиту, и истина китайская сокрыта под мраком всегда. И вот этот мощнейший индустриальный гигант будет теперь хвастаться наличием еще одного дизайнера. Черри до этого работала с итальянцами. В Италии много ателье дизайнерских, талантливые ребята там, они помогают и серьезным игрокам, они с большим удовольствием работают, в том числе и на китайцах. Китайцам этого мало, потому что одно дело итал дизайн пенинфорина, другое дело парень першишется из Порше. Черри, например, не так давно завела себе люксовый бренд Корус, позвала туда человека, который до этого работал на мини. Мини это тоже очень интересный дизайнерский продукт. Попробуй отличить один мини от другого. Когда специалисты говорят, что их уже 8 моделей, а в ближайшее время количество мини разрастется до 7 из 16 моделей. Слушайте, давайте поищем отличия. С точки зрения обывателя, опять-таки, и на мини дизайнеру делать нечего. Одно и то же можешь рисовать, а маркетологи тебе потом придумывают обоснование, чем одно отличается от другого. На самом деле ничем. Мини спереди, тем более, что обманка мини в том, что это грандиозный автомобиль, он здоровенный, он огромный. Он еще немножко будет размером с грузовик. Он называется он мини. Вот несколько слов все-таки о Китае. Почему так происходит? Китайцы ведь создали себе автомобильную промышленность. Они ее создали по лекалам, предложенным Советским Союзом. Они закупают иностранцев. Они платят колоссальные деньги. Больше, чем в 4-5 раз этот человек может получить у себя на основном месте работы. Или едут в Китай с большим интересом. И многим из них обещана перспектива самореализации. Для любого творческого человека это очень важно. Приезжают инженеры. Приезжают, например, китайцы, родители которых выехали в Соединенные Штаты. Пытались там как-то устроиться, натурализоваться. Ребенок закончил американскую школу, американский колледж, американский университет. Работал в американской автомобильной промышленности. Потом родина вспомнила о нем и сказала, ну ты, конечно, американец, мы понимаем, у тебя паспорт уже давно американский. Не хочешь ли ты на Китай поработать? И что приятно, к нему относятся не как к китайцу, к нему относятся как к патриотично настроенному американскому специалисту, что сказывается на зарплате. Он приезжает к себе в Китай, которого, может быть, даже никогда в жизни и не видел, несмотря на то, что этнический он китаец. Он получает зарплату американца. И вот эти все специалисты, дизайнеры, инженеры, конструкторы, они возвращаются в Китай, они работают в Китае, они закупаются Китаем, они арендуются Китаем, а результата нету никакого. Вот эти люди, воспитанные другой системой, реализовавшиеся в иной системе, они приезжают в Китай и работают в рамках той системы, которая на сегодняшний день у себя является большим серьезным явлением под названием Китай и результат их труда пшик. Так, это сама система виновата? Или это коллеги по цеху не хотят учиться? Или это китайское такое эгоцентричное самолюбование историческим периодом цивилизации в 5000 лет? Китайцы ведь себе насчитали цивилизацию, времени которой 5000 лет. Христианская цивилизация скромнее, ей меньше. Европейская цивилизация тоже ненамного больше. Китаю 5000 лет, они древнейшие люди на земле. И вот эти древнейшие люди, они покупают чужие мозги и получается не лицо промышленности, не лицо индустрии. Ведь автопром это одна из визитных карточек индустрии. У китайцев на сегодняшний день вместо визитной карточки получилась обложка журнала «Крокодил». Такая социалистическая, сатирическая обложка. И специалисты все вместе, попавшие в непитательную среду Китая, тем не менее, не могут произвести тот товар, на который все рассчитывали. Недавно одна американская аналитическая компания «Сэнфорд Бернстайн» всерьез занялась изучением положения дел на данном этапе в Китае. И они сделали несколько выводов, на мой взгляд, на всю политкорректность, несмотря очень точно определивших нынешнее положение Китая. Во-первых, они сказали, что выгода от привлечения в Китай западных специалистов, в общем-то, сводится на нет. Во-первых, из-за медленного развития страны Китай и из-за отсутствия ориентации на высокий результат. Вот китайцы нам постоянно говорят, и мы сами про китайцев говорим, о том, что они семимильными шагами развиваются, о том, что у них индустриализация, пришли западные технологии. Посмотрите, какие шикарные айфоны они делают. Ну, пока надзиратель с дубиной стоит. Как только надзиратель отвернулся, приходят американцы из Сэнфорд Бернстайна и говорят, у них ничего не получается из-за отсутствия ориентации на высокий результат. Это абсолютно верно. Это вот то, о чем я говорю безо всяких американцев. Китаец в среднем не заинтересован в том, чтобы вкалывать на производстве, где он является наемным работником. У него нет мотивации к самосовершенствованию, к улучшению и повышению своей квалификации. Он пытается заработать троячок для того, чтобы открыть собственную лавочку в родной деревне. По барабану ему вся эта индустриализация. Американцы копнули дальше. Они сказали, что в принципе китайцы ребята упорные, поэтому вкладывать средства в развитие они будут до последнего. И на сегодняшний день, наверное, вот из того исторического периода, если сравнивать с остальными аналогичными порывами других стран, китайцы 80% пути в автопроме уже одолели. Осталось 20%. Но это самые серьезные 20%. Потому что обложку более-менее постигать начали. Дизайнеров иностранных привлекли. А вот сути, сути не постигли. И, во-первых, потому что на неокр они не больше 2% тратят. И, во-вторых, потому что, в принципе, по большому счету кишка тонка. И вот они развиваются, 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 и они не могут сделать машину с нуля. Не получается. Школы нет, стратегии нет, тактики нет. А на самом деле автомобильной промышленности у китайцев, в том понимании, в котором она существует в Германии, в Америке, в Японии, в Корее, у китайцев ее нет. И американцы из Сэнфорд-Берстайна, они констатируют, что в настоящее время китайский автопром не способен разработать автомобиль с нуля. А отсутствие терпения, представляете, у китайцев отсутствует терпение. И я с американцами полностью согласен. И стремление наравне конкурировать со всеми остальными серьезными игроками значительно усложняет их положение. То есть амбиции есть. Амбиции серии, да мы китайцы, да нам 5000 лет, да у нас тут автомобили, да мы сейчас тут все, сейчас сделаем. Амбиции, да, действительно, а работать никто не хочет. И вот подтверждение тому, когда в 2008, 2009, 2010 году по китайскому производству, по китайскому автопрому, филиальному, не те, которые Хонг Ши или эти самые, как они, Хай Гитлер у них была фирма, моя любимая, замечательная, Зиг Хайл она называлась, Ксинг Хай. Вот на этих, на Ксинг Хай, неважно кто работает, но когда на Хонде, на Ниссане и на Тойоте, на китайских сборочных производствах возник трудовой конфликт и рабочие поставили ультиматум администрации, штрейкбрехеров-то не нашлось. Не смогли найти штрейкбрехеров, чтобы выкинуть китайских рабочих в стране, в которой полтора миллиарда человек, нанять других, а потому что их нету, потому что дрессированных специалистов не найти. И американцы констатируют, что да, в ближайшие 10 лет китайцы, конечно, дорастут до того, чтобы начинать создавать собственные автомобили. Исторический период у них небольшой, они начали ведь благодаря Дэн Сяопину всего-то 20 лет тому назад. Но в действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. Перерыв на новости. Так вот, финальная фраза про Китай. Сколько иностранцев не закупай, сколько денег не вкладывай, система государственного устройства Китая не позволяет им всерьез позволить себе настоящую автомобильную промышленность. Сборочные производства из-под палки, да, и BMW, Mercedes, Volvo с надзирателями и с концлагерными приемами ведения хозяйства в Китае будут успешны, и эти машины будут получаться. А вот непосредственно собственное китайское автомобильное производство нет. Вот этого в ближайшие десятилетия еще не будет, потому что для этого должна измениться государственная система. Телефон 6510996. На связи у нас Роман. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер. Роман, Москва. Значит, у меня дед работал в Китае. О, он помогал в становлении китайского автопрома в том числе. Ну, в принципе, китайский автопром это уже третий сорт, он помогал в становлении китайского МВД, премиалов-задуни. Увлекательная работа, да. Да, очень вполне. Он, значит, на протяжении десяти лет работал. И, в принципе, он сказал, что при всем, при том, что пять тысяч лет действительно истории, при всем трудолюбии, при всем вот этих вот совершенно фантастических панно из зубов рыб, да. Ну, знаете, вот эти панно. Да, много там трудолюбивых подвигов. Да, 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 да. Вот. На протяжении всех пяти тысяч лет в Китае абсолютно дрянной металл. Например. Да. Я не мог, говорит, этого объяснить. Металл – дрянь. Блю, есть, и, говорит, по всей видимости, будет. Вот. И здесь даже вопрос не в системе, и вопрос не в каких-то там заинтересованностях. Это совершенно другой какой-то подход у людей, в принципе, к жизни, да. Ну, и абсолютно классический пример он приводил с порохом, конечно же, что китайцы создали порох, но, значит, сказал, мы, естественно, не додумались его применять, чтобы убивать человека, да. Вот. А европейцы додумались. И дед говорил, так сказать, что лучше, вообще-то, говорит, неизвестно. Может быть, так бы его и применять, как фейерверк, да. Вот. Ну, а европейцы вот как-то модернизировали и начали дырявить своего ближнего. Что лучше, неизвестно, да. Ну, а китайцы, кстати, они прослыли большими специалистами по таким мероприятиям, которые в гестапо, например, даже не снились. Да, да. Плюс, значит, рассказал сам фантастическую вещь. Во время гражданской войны, когда туда выкатилась вся, значит, наша вот эта вот армия в Маньчжурио, вместе с ними выкатились туда и цыгане. Вот. И, значит, ну, военные пошли на военную службу, инженеры на инженеров пошли, русские. А вместе с ними были цыгане, которые начали заниматься примерно тем же самым, чем они занимаются и везде, да. Ну, да. Вот. Китайцы, говорит, посмотрели недели две на все это дело, да. И, говорит, Рома, не веришь, они начали их забивать и скармливать своим чушкам. Вот. Синем, синем. Да, порох был бы, наверное, гуманнее в этой связи. А вот вы знаете, вот как-то, я не знаю, кстати, вот если же с философки подойти, я не знаю, забили всего несколько десятков цыган, да, а порохом сколько продырявлено. Тут очень сложные вопросы. Я не думаю, что государственная система здесь как-то влияет. Ну, государственная система в данном случае в отношении цыган не влияет, скорее, менталитет, а с точки зрения промышленности, вот эти все усилия привели к тому, что китайцам фирма «Сименс» может позволить построить себе, например, на магнитной подушке поезд, а сами китайцы не могут построить этот поезд, при том, что китайцы круче немцев в несколько раз. Да, совершенно верно. Я с чего начал? С металла. То есть за пять тысяч лет ребята не научились делать элементарных гвоздей. То есть вот эти вот ножи, которые сейчас заполонили, значит, наш рынок, да, они, в принципе, ничего. Но металл дрянь был, есть и будет. Это вот человек, сказал, который проработал, в общем-то, на высшем уровне в Китае, там, в течение десятка лет. Тем более, что в МВД тоже есть применение разным металлом, и, видимо, все-таки... А тем более, конечно, конечно. После НКВД, где металл был хороший, и наручники держали, и дыба не обрывалась. Тогда от НКВД уже назывался МГБ, и, значит, это уже несколько разные были подразделения, вот, МВД и, значит, ну, не будем углубляться. Но с металлом, да, с металлом, в металле дед понимал, он был криминалистом. Как вы думаете, они автомобиль когда-нибудь смастерят нормальный на европейском уровне? Сами? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Вот чисто китайский автомобиль, это... Ну, я начал с металла. Ну, в конце концов, знаете, мы тоже наши автомобили делали всю жизнь из чужого металла. Автоваз пользовался привозным прокатом, поскольку наша страна, могучая, индустриальная, не в состоянии была придумать металл, подходящий для «Жигулей». Для «Жигулей», да, а для «Космоса», запросто для военного... Для самолета запросто, титановую подводную лодку, да, мы делали. Да, 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 то есть свой металл мы могли. Ну, не знаю, не знаю, в общем, автомобиль это... я думаю, что нет. Ну, и нас с вами, Роман, как-то не очень огорчает то, что, например, у китайцев не совсем получается подходящий под нас автомобиль. Мы печалимся за Китай, но вот за себя, в данном случае, я, например, не очень печалюсь. Сергей, здравствуйте, Сергей. Алло, здравствуйте. Здрасте. Абсолютно не согласен с тем, что вы сейчас говорили. Абсолютно какой-то бред про цыган, про плохой металл. Совершенно непонятно, почему идет такой негатив на Китай. Ну, давайте расскажите, как Китай выглядит на самом деле. Я вот сейчас сижу и разговариваю с вами в китайском автомобиле, которому у меня уже пять лет. Какой у вас автомобиль? Черри. Так, что за Черри у вас? Какая модель? В нашей стране эта модель называется «Фора». Так, есть такое. В других странах она называется по-другому. Эта модель была запрещена нашему при производстве в Калининграде, нашему министерству эконом-развития, только потому, что она конкурировала активно с «Жигулями». По цене, но по качеству это «С-класс» получается. Вот до этого у меня была машина «Ниссан Максима», тоже, может быть, вам известно. Ну, случайно видел пару раз. Но она была хуже, чем «Фора», я догадываюсь. Нет, она не была хуже, она была примерно того же уровня и качества. Как «Фора»? Да. Замечательно. А я надеюсь, что у вас все-таки еще китайский термос дома есть, который действительно абсолютно не превзойдет? Нету, абсолютно нету. У меня дома китайские ноутбуки. И, кстати, компания Apple производит всю продукцию в Китае. Я потрясен этим знанием. Так, что еще? А еще хочу сказать, что нельзя вот так вот огольно говорить, что китайцы не создадут, не сделают. Все-таки они сделали. И в нашем автопроме очень далеко до этих автомобилей. А вы сравниваете только с нашим или с мировым? Или есть две страны на свете, мы и Китай? Я понимаю, что ваш «Фора» лучше, чем «Максима». Я вам только что сравнил с Японией. Нет, в «Максиме» была одна вещь лучше. Там был круиз-контроль. Понятно. А еще что? Единственное, чего не хватает. Но по надежности, вот смотрите, говорят, вы купили китайцы, вы купили ерунду. Вот обычно у нас в прессе везде вот на форумах там, ну, такое вот существует. Сергей, кстати, я могу вам сказать, что вы купили ерунду. Да. Да. Вы купили ее. 5 лет назад я проехал 100 тысяч. У меня нет никаких проблем технических автомобилей. Нет никаких других проблем. Так почему тогда это получается ерунда? Вот вы мне объясните. У вас, я надеюсь, ДТП не было никаких? Вы ни разу не мяли? Нет, 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 не было. Почему у вас ТО одно обходится? ТО я делаю сам, а оно обходится у меня очень дешево. Именно потому, что я делаю сам. Понятно. Если бы я делал в авторизованном сервисе, да, я с вами согласен, это ТО обойдется дороже, чем на немца. Где вы берете комплектующие, где вы берете запчасти для ТО? Там колодки, фильтра? Да, колодки, фильтра. Вот с вами полностью согласен. Тема очень интересная. Потому что на российском рынке существует очень много корейских подделок, которые низкого качества. Которые люди ставят, в результате начинается обрыв ремней ГРМ и прочее, прочее. Корейских подделок? Именно корейских подделок под китайские машины. Так. Это тоже интересно. Вот. Дело в том, что недавно было очень большое судебное разбирательство с ТАГАЗом, который тоже производит эту фору под кодом Истина. Есть такая штука. Вот. И проблема, и основные претензии корейцев были в том, что ТАГАЗ начал производить китайские автомобили. Давайте не про ТАГАЗ, давайте про китайскую машину. Итого, откуда вы берете комплектующие, фильтры, колодки? Это все нужно искать по рынкам. Это очень сложно найти, чтобы были качественные ремни, качественные комплектующие. Потому что... Потому что китайские качественные, а корейские нет. Это я понял. А что-нибудь у вас, Сергей... Нет, не потому что, потому что очень много подделок. Сергей, алло. Алло, 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 алло. Сергей, а какие-нибудь, в принципе, за 100 тысяч эксплуатационные особенности всплыли в вашей машине вчера? Да. Была очень большая проблема номер один. У меня большие свечи стояли, ну, родные. С самого начала их закидал российский бензин. Понятно. А тормоза работают? Машины заводятся в любой мороз? Ржавчины по кузову нет? В любой мороз заводится ржавчины нет. Тормоза АБС и ЕБД работают совершенно отлично. Вот недавно проверял. Сейчас у меня машина прошла 100 тысяч. Собираюсь по кругу менять все. Что именно? Ну, я имею в виду чисто профилактически. Тормозные диски, которые просто, я считаю, подозносились за это время. Колодки и прочая вот эта вот мелочь. Колодки, да, действительно нужно поменять. А зачем тормозные диски вы будете менять, если претензий к ним нет? Претензий к ним нет, но если посмотреть на износ, я думаю, что за 100 тысяч они должны износить. Они должны или вы уже посмотрели и знаете, что они износили? Нет, я не смотрел, я думаю, что они должны. А диск сцепления? А диск сцепления, не знаю, проблем не было. Ну, то есть, соответственно, менять его тоже не надо, потому что ты же пробежал, амортизаторы не потепли. Да, есть одна была, так сказать, проблема, она у всех этих машин, именно у фирмы Черри. Это под рулевой колонкой есть такая штучка, датчика РБГ. И что с ней? Ну, катушечка, вот, его я ремонтировал сам, действительно, он, так сказать, там контакт ломался. Понятно. А что еще вы сами... Это называется улитка. Что еще сами вы ремонтировали в этой машине? Все. Больше ничего? То есть за 100 тысяч? Менял колодки, менял ремни, менял ролики. Ну, это понятно. Ну, обычные, это самое. И была одна проблема, у меня машина просто встала, когда закидала свечи, вот эти бошевские, с самого начала. Перерыв на новости, потом вернемся к Китаю. Телефон прямого эфира 65 10 9 9 6. Так уж получилось, что мы довольно много сегодня говорим о Китае. В предыдущем, получайся, звонил Сергей. У меня сложилось легкое ощущение, что Сергей не совсем вменяем, но зато у него абсолютно великолепный автомобиль, в котором все, что китайское, все хорошее, а все то, что привнесено извне, было недостаточным по качеству. И, в частности, свечи, вот, например, бошевские, как вы слышали, их закидало нашим бензином. Машина ни при чем. Бензин так себе, а вот свечи, конечно, плохие. Особенно мне понравилось чисто психиатрическое наблюдение, что корейцы занимаются подделкой китайских комплектующих и запчастей для этой машины. То есть, человек молодец тем, что он не сгибаем, не слушает никого и верит в свои собственные истины, нарисованные самостоятельными руками по стенам воздушных замков. И тех химеров, в которых он живет, они позволяют ему безбедно существовать, не обращая внимания на проблемы. Проблемы по этой машине есть, и вот части из них, например, Сергей только что нам рассказал, так сказать, под нажимом, но он их даже за проблему не считает. Я счастлив, что у него такой полный альянс с автомобилем, так здорово у них сложилась судьба. Я бы поостерегся подходить на расстояние досягаемости и к такому владельцу, и к его автомобилю. Алексей у нас на линии. Алло, Алексей, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, я рад вас слышать. Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей. Это очень здорово, это наше любимое автомобильное имя в программе. Да, очень-очень хорошо. Ну, вот что я могу сказать, я вот, честно сказать, я вот уже минут 20 уже вот слушаю ваше радио через телефон. Ой. Вот. Я просто радио слушал, потом вам позвонил. Алло, меня слышно? Да-да-да, вас не видно, но слышно. Значит, ну что я могу сказать? Я вот просто слушаю, я просто вот, ну, диву даюсь. Вот. Откуда вы берете вот эту вот всю вот инфу? Ну, кто-то там вот, значит, составил какой-то отчет проплаченный какая-то американской фирмы. Вот. Кто-то там у кого-то дед там где-то когда-то работал, видимо, еще при Советском Союзе там вот. Ну, я вот просто не знаю. Вот. Расскажите свою версию, Алексей, расскажите свою версию. Рассказываю, рассказываю. Я вот, значит, вот что я могу сказать про Китай? Вот. Я сам работаю в китайской фирме, очень крупной. Вот. А, значит, работаю уже лет 15. Вот. Часто очень бываю в Китае, вижу там все те процессы, которые там происходят. Ну, я вот, вот с этой точки зрения, вот я могу сказать, что вот то, что вот вы говорите, да, ну, это, ну, полное, но я бы не сказал, но... Алексей, давайте тогда конкретнее. Давайте конкретнее. Что вот это неправда? Алексей, значит, давайте не будем про американцев, которым кто-то проплатил. Не очень понятно, правда, кто, но зато понятно, что проплатили. Это естественно. Вот. А, значит, вот что я могу сказать про Китай? Вот вы говорите, Китай медленно развивается. Ну, вы извините, но есть цифры. За 10 лет ВВП Китая увеличится на 658%. В то время, как ВВП, значит, Соединенных Штатов Америки увеличилось, вот, за те же 10 лет на 60%. Ну, если вот вам, значит, вот что-нибудь, вот о чем-нибудь говорит... Мне ни о чем не говорит. Каждый раз приезжаю в Китай, вот где-то вот с интервалом в полгода, ну, я просто вижу, как там на глазах вот буквально все меняется. Да, я тоже там бываю регулярно. Ну, это вот автомобильные темы, что касается автомобильной темы. Ну, да, у них сначала автомобили не получались. И многие марки и сейчас, они так, ну, мягко выражаясь, далеки от совершенства, но они быстро очень прогрессируют. Да. Вот такой вот, например, вот автомобиль, как Ховер, вот, значит, Бейт Волл. Так. Вот, например, такой человек, как Александр Пикуленко, Цеха Москвы, признанный автоэксперт, ну, очень положительно на нем отзывается. Так, и что в этой связи? Ховер стал лучше? Минуточку, Алексей, 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 вы меня слышите или я вас сейчас выключу? Я вас слышу. Значит, из-за того, что Пикуленко хорошо отзывается к Ховеру, китайская автомобильная промышленность сделала резкий скачок. Из-за того, что американцы проплачены, верить в это не имеет никакого смысла, а то, что вы видите, в Китае вас очень радует. А вы с обратной стороны когда-нибудь в Китай заглядывали, вы на китайском производстве автомобилей когда-нибудь были? Я вам еще раз говорю, что я в Китае бываю очень часто. И что из этого следует? Все стороны я там вижу. И положительные стороны я вижу, и отрицательные. Алексей, вы конкретно можете что-нибудь сказать? Своими глазами. А вы где-то все это читаете, и кто-то вам там что-то рассказал, там у кого-то там где-то поработал. Очень жалко, что больные люди, такие вот невнимательные к оппоненту, могла бы получиться дискуссия. Тем более некоторые лекарства, если надо, я могу выписать. У меня есть по этому поводу такие возможности. Так вот по поводу Китая. Когда ездишь в Китай, особенно по работе, и смотришь ту картину, которую тебе показывают, Китай выглядит замечательно. Когда заглядываешь с обратной стороны, Китай выглядит совершенно по-другому. Алексей, спорить со мной о том, что вы в Китай ездите чаще, чем я, и поэтому там все гораздо лучше, не имеет смысла. Потому что, видимо, вы за 15 лет, кстати, вы абсолютно не проплачены, в отличие от американцев, несмотря на то, что работаете на китайцев, и они вам зарплату платят. Так вот, вы ничего не увидели и ничего не поняли из того, что происходит там на самом деле. Апеллировать к цифрам, особенно к китайским, по поводу количества ВВП, да, замечательно. Вы не слышали, наверное, тот эфир, где я вам рассказывал о недавней программе, и ныне существующей в Китае, в попытках местному крестьянству предложить холодильники. Потому что у провинции, которая пашет на валах по сию пор, несмотря на 600% ВВП, которыми вы тут размахивали, Алексей, так вот, они продолжают пахать на валах и друг на друге, и у них нет электроэнергии, у них просто целые районы не подключены ни к какому электричеству, нету там. При свечах живут и пашут на валах. И задача государства была хоть как-то на внутреннем рынке наладить, например, сбыт продукции, не востребованной на внешнем рынке. Начали с холодильников. Кстати, попытались еще и кондиционеры. Так вот, китайская провинция вежливо сказала, что спасибо, нам холодильники не нужны, потому что мы последние 5000 лет продукты, те немногие, которые у нас есть, храним в колодце. Вот ваши 600% ВВП, Алексей, о которых вы только что мне тут рассказывали, они очень хороши на бумаге. Они не совсем соответствуют той картине, которую из себя представляет Китай. Развитие Китая и Эпплы, о которых, опять-таки, вы тоже говорили, замечательный пример. И Сергей, катающийся на черри, удивил меня этим знанием о существовании Эпплов из Китая. Это было очень здорово. Но, ребят, если вы все живете в бреду, это не значит, что увиденное вами является истиной. 20 минут на телефоне, видимо, вас перегрели. Глеб, здравствуйте, Глеб. — Здравствуйте. Очень приятно вас сегодня слышать. Очень интересно. — Да, я сам увлечу. — В китайских автомобилях мало что смысле. У меня вот вопрос насчет немецкого автопрома, скорее, или, может быть, такого мирового. Какой можете посоветовать джип, ну, там, скажем, до полутора миллионов дизельный, чтобы он был хороший для путешествий и для дальних поездок, и при этом удобен в городе? — Глеб, а что значит путешествия и дальние поездки? Они ведь бывают разные. Можно по такому бездорожью, например, что никакие колеса не помогут, и нужно на гусеницах. Это же тоже путешествие. — Ну, я скорее имею в виду поездки, скажем, по автобанам куда-нибудь далеко. — А, минуточку. А зачем вам в таком случае джип? Вы далеко на восток или на запад собираетесь ехать? — Ну, не знаю просто. Мой опыт водительский проживания в Москве свидетельствует о том, что, по крайней мере, в нашей стране джип плохо, как нужно. — Да, у нас страна полного привода. — Глеб, за полтора миллиона вы, скорее всего, купите себе кроссовер. Если вы хотите серьезного бездорожья, вам нужна машина, которая по стоимости чуть-чуть дороже, чуть-чуть больше. Например, Mitsubishi Pajero Sport. На ней можно ехать и в городе, на ней можно ехать за городом. Если у нее есть блокировка заднего дифференциала принудительная, это позволит вам даже аж до колхоза доехать. Если вы хотите по автобану, то вам нужна длинная машина. Плавность хода напрямую коррелируется с длинной автомобилем. Чем длиннее машина, тем плавнее ход. То есть на маленькой машинке скакать в блохой, например, до Украины или через Белоруссию до Европы, это, наверное, было бы неправильно. А на большой длинной вальяжной вы путешественник. Но в таком случае эта длинная машина тоже выходит за полтора миллиона. И дальше вы упираетесь в отметку 2 миллиона и покупаете себе, наконец, длинную, большую, полноприводную, для того, чтобы поехать в Европу и там всех перепугать. Они такого там не видели. И поехать к нам в Азию. И уже выехать, вернуться, пожить в Москве, написать в блоге много интересного, выдохнуть и сказать, ой, какое было классное путешествие. Мечты, мечты. Да. Глеб, вы абсолютно правильно почувствовали весну. Вот сегодня замечательное небо в Москве. Вчера было замечательное небо в Москве. После этого очень приятно мечтать о путешествиях. Машина путешественника начинается с полутора миллионов. Она не заканчивается этим рубежом. И машина для путешественника номер один, наверное, если это не пикап, а с универсальным кузовом Pajero Sport. А дальше эскалация ценников, увеличение размеров и полноприводности этих автомобилей. В том числе и какой-нибудь Mercedes GL. А вот, скажем, Tuareg, он уже выходит в следующую ценовую категорию. Но вот, скажем, его эксплуатация, не обойдется ли она слишком дорого, скажем, на дальней дороге на той же? — Если без поломок, то нет, потому что в дальней дороге вся эксплуатация сводится только к потреблению топлива. Tuareg — машина замечательная, она универсальная. Она позволяет вам, в том числе, встать на цыпочки и, приподнявшись над действительностью, забраться куда-то вглубь. Она очень хорошо на автобане, она замечательна в городе. Не зря так много их в Москве. Но Tuareg, он начинается с миллион девятьсот. А если вы идете на вторичный рынок, то на вторичном рынке вам подсунут какой-нибудь неликвид. Ну, просто потому что хорошее на вторичном рынке не бывает, а плохое как раз ждет своего Глеба. Вы будете обмануты жестоко за свои деньги. — Ну, да. Вот насчет автобанов, ну, если позволите, немного сменю тему. Просто вот имел опыт езды в Европе, продолжительный ездил на Opel Insignia. Машина, кстати, просто великолепная. — В Европе даже Жигуль молодцом, а уж Insignia, она великолепна и у нас, и у нас. И в Европе, и у немцев. Да, согласен. — Да, вот как раз он длинный, низкий, очень подходит именно для автобанов. — Подходит? — Ну, мне кажется, ну, вот, может быть, если еще вернуться к теме китайского автопрома, то что, вот, скажем-то, разница между дорогами у нас и в Европе, вот, ну, точно такая же разница есть и вот в дорожном строительстве. Это, наверное, она в головах в первую очередь. Потому что приехал туда, я понял, что это какой-то клуб самоубийц, на самом деле. — Да, да, но китайцы хотя бы дороги действительно строят, ну, нельзя сказать, что совсем шикарно, но они молодцы. И в Китае все-таки за ряд экономических преступлений существует смертная казнь. Это несколько стимулирует к осмотрительности в действиях. Финансовые потоки они так пилят, и дороги они кладут глубоко, всерьез и надолго, и в этом отношении они молодцы, но, опять-таки, как только надсмотрщик отвернулся, тут же напортачат, к сожалению. Вот, а машина для путешествий, вот, мне тоже третий день подряд очень хочется какой-нибудь машины для путешествий. Леонид. Алло. — Добрый вечер, с тобой вечером, Сергей. — Здрасте, Леонид. — Хотел узнать, я являюсь обладателем Кадиллака СТС. — Ух ты. — С 2009 года, ну, до рестайлинга, хотя рестайлинг он в этом ничего не изменил, в этой машине. Хотел узнать, вот, после 60 тысяч, например, вот этого пробега, чего от машины ждать? — Скажите, Леонид, а вот эти 60 тысяч, как вы прожили в нашей сервисной системе, когда далеко не все запчасти есть? — Это отдельная история, как бы, в машине, скажем так, больших вопросов нет, ездит она нормально, но у нее есть, там, проблема с ручками, что-то слышали об этом, да, такая смешная, но вообще уже не смешно. Я за три года четыре раза менял на машине ручки по гарантии. — И продолжается. — Возьми их куча вопросов, почему их нет, например, у дилеров, да, в запасе, хотя все дилеры прекрасно об этой проблеме знают. Ну, а так-то в эксплуатации... — Вот, да, собственно, почему к этой машине вообще мало запчастей у дилеров? Она у вас пробежала 60 тысяч, она пробежит, на самом деле, у вас 250 тысяч без проблем, но на протяжении всех этих 250 тысяч дилерская сеть будет в изумлении встречать вас у себя на пороге, и говорить, как, вам нужна запчасть к этой машине? Да вы что, не может быть! Самым показателем было то, как один из владельцев очень серьезного автомобильного дилерства продал свой Cadillac, потому что даже он устал ждать запчасти. А машины-то неплохие. Перерыв на новости. Обильное китайское послесловие на сайте. В общем, черри фора машина просто супер, предел мечтаний. И то у нее так, и это, и третья, и четвертая, но это мелочь. В общем, обидно мужику, что он это купил, но признать это трудно. Написал Олег нам на сайт. Еще одна реплика. Сергей, не обживайте людей больными, пожалуйста, а то я вас разочаруюсь. А китайские авто это шлак, это факт. Написал Василий. Ну, Василий, на самом деле у меня есть ощущение, что при всем при том, в данном случае это было не столько обживательство, сколько констатация факта. Вот эти два дня солнечных в Москве, они обострили самолюбие людей, так или иначе, коснувшихся автопрома Китая. Артем у нас на линии. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Сергей Степанович. Ну, прекрасная погода, прекрасный Сергей Степанович, все замечательно. Вот, наболело про китайский автопром. Вот, у меня один знакомый купил автомобильчик Хайма-3. Вот, ну, вроде был всем доволен, пока ему взад не заехала, ну, незначительно одна дама. Вот. Бампер сдюжил все, но от слабейшего удара у него зажал запас, который лежал в тазике. Ну да. То есть, жесткость металла – это, ну, просто катастрофа, которая там творится. Вот. Потом, какие пожелания были у меня лично к вам? Потому что есть богатая автомобильная жизнь, вот, выставки, ну, много всего интересного. Я бы с удовольствием посетил, но как-то, ну, не владел информацией, то, что вот где какие проводятся. Если вы будете, ну, более как-то, вот, обширно рассказывать, есть, конечно, может, всякие, ну, места, где можно почитать, выяснить. Вот. Ну, конечно, по выставкам коллеги мои ездят с удовольствием, и везде постоянно об этом пишут. Ну, в ближайшее время весь профсоюз автомобильных журналистов Москвы сядет в один самолет и откачует в Женеву. На следующей неделе я достаточно подробно буду рассказывать об этом. А вообще по выставкам интересно ходить, но тоже не так уж и много достойных выставок автомобильных проходит вокруг нас с вами, Артем. Ну, это да, Сергей Степанович, в Женеву случайно я попасть не смогу, но в меру их всех. Вот, потом в недавних передачах вы рассказывали то, что идет дизельный Yeti, и прошивка, ну, чиповка двигателя добавляет мощности. Вот. Чуть раньше были передачи, где вы обещали пригласить представителей Hyundai и Kia, чтобы в прямом эфире вас спрашивали там разница коробок и все еще. Да, да, да. И, кстати, хюндешники как-то пока по этому поводу очень трепетно делают вид, что тот телефон мой найти не могут, то как-то с почтой не очень получается. Ну, не волнуйтесь, я все равно въедливый, я до них доберусь. Игнорируют наше высокоинтеллектуальное. Вот. Я хотел спросить, вот, Sportage есть двух видов, там, вот, 136 и 184 лошади. Оно там вот различается вот тоже по прошивкам или наличие турбины или еще какие-то... Не-не, по большому счету у них это одно и то же. Вот это как раз одно и то же, и оно же существует еще в третьей разновидности, если вы про дизельный имеете в виду мотор. Да, да, да. Потому что вот поначалу-то вот этого 184-го не было его, он был только на X35. Да, да, да. И с ним машина фантастически совершенно преобразилась. Она, будучи и так неплохой, приобрела совершенно несвойственные особенности. Ехала она очень интересно, но вообще-то в Корее этот же самый мотор имеет еще прошивку, перевалившую за 200 лошадиных сил. И это все, в принципе, безболезненно. Вот тут редкий случай, когда можно рекомендовать пытливым рукам взять и поднять мощность мотора. Получится очень любопытно. Ну, слюнкой потихоньку вопрызгиваю, глядяшку костнее на что-нибудь определимся. Вот, большое спасибо за ваше высокое... Ой, Артем, спасибо вам за добрые слова. Спасибо. Алексей у нас. Автомобильное имя Алексей. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Хотел первый вопрос вам задать. Почему все-таки у вас любимое имя водителя Алексей? А это, знаете, на самом деле, Алексей, это вы, это вы все Алексеи, слушатели Финама, специально вы ожидаете момент, когда я подкрадусь к микрофону, вы тут же все бросаетесь к телефону, и у вас какая-то удивительная карма. Вы можете практически отпихнуть от вот этих четырех свободных линий всю остальную Москву. Алексей дозванивается в приоритете. По-моему, это говорит о том, что вы молодцы, Алексей. Я могу подтвердить, да, эту вашу теорию, потому что слушаю вашу передачу всего второй раз, первый раз решил позвонить и сразу дозвонил. Что странно, потому что линия обычно перегружена. Да, собственно, вопрос следующий. Ну, наверное, прежде вопрос, если говорить о китайских автомобилях, да, ну, собственно, что там обсуждать? Машины, как таковой, по сути, нет, как я считаю. Здесь, наверное, я с вами солидарен. Китайцы сделали самолет МИГ. Он у них даже полетел. Ну, это же не говорит о том, что это такой же самолет, она вот нашего самолета и может выполнять те же самые задачи. Ну, да, он есть, они умеют копировать. Ну, наверное, на этом и все. Они многогранны. Вот когда им самим надо, у них получается. С автопромом пока не надо им. Вот коммунистическая партия сказала вперед, и они дают вперед. У китайца, когда личная мотивация, вот когда он работает на себя, когда он, например, мелкий лавочник, это фантастический мастер. И те немногие, кто, например, оказывался в Китае и у частного мастера заказывал себе костюм, они всегда рассказывают это как о цирковом номере. Ты приходишь, с тебя снимают 4 мерки, не 18 и не 26, а 4 мерки, а на следующий день выдают тебе костюм, который шит идеально на тебя. Но это мастер, и он действительно мастер, и он фантастический профессионал. Он работает потрясающе, он делает быстро и действительно качественно. Но он работает на себя. Когда он встает у станка, ему нужен осмотрщик с дубиной, желательно с электрошокером. Тогда будет Apple, а как только отвернется, тогда будет BBK. Здесь я с вами абсолютно согласен. А вот услышать ваше мнение я хотел о японских автомобилях. Даже об одном автомобиле, в частности, это Nissan Piano. Вот именно питерской сборки, которую собирают нас. Вот если убрать негатив, который связан именно с питерской сборкой, с тратистой, что бы вы могли сказать об этом автомобиле? Алексей, если бы у них был кузов универсал, я бы купил себе Тиану питерской сборки с кузовом универсал, да еще полноприводную. Но, к сожалению, такой машины не существует. Мне понравилось, как работает завод. Я был на этом заводе, я посмотрел на людей, которые стоят на конвейере, я пообщался с ними. Там, конечно, тоже очень много лукавства есть. Но в целом, при том, что... Я читал вашу статью, да, об этом. Вот мне там понравилось, правда, таджики, которые там бродили, и ниссановцы, которые говорили, какие таджики? Да ну что вы, да это не наши. Какие футболцы? Да нету таких, да, они другого цвета и вообще они не наши. Но Тиана, как вы знаете, она ржавеет, что японская, что ржавеет наша российская. И что по поводу японской они делают круглые глаза и говорят, да нет, ну что вы, нет, конечно. Да это вы, это вы такой плохой, а металл-то у нас хороший. Ниссаны всегда по всему миру гниют. И Nissan Patrol гниет и все остальное. Но Тиана очень правильный автомобиль. Мне нравится то, как она задумана. У меня к ней есть пара претензий, ну, совершенно несущественных, скорее моих личных. И мне очень понравилось то, как они ее реализовали на полном приводе. Полный привод работает тактично, очень своевременно, с молниеносным подключением того, чего надо. Вот я там специально вышел на песчаные грунты, покидал машину в занос, посмотрел, как у него срабатывает система полного привода. Очень хорошо, очень корректно, причем предсказуемо, что здорово. Не было непонятно, когда входишь в поворот или в какой-нибудь там занос на переднем приводе, а потом оно у тебя становится резко заднеприводной. То есть само по себе изделие Тиана достойно всяческого уважения, и в нашей стране она все время так вот оттенена Камбри, потому что Тойота это же настоящее японское качество. Она делается как раз через дорогу от Тианы. А Тиана, ну что там, ну Ниссан, ну что взять с Ниссана? Мне понравилось то, что между этими заводами колючая проволока и рвы, чтобы люди не перебегали друг к другу, чтобы тойотовцы не убегали работать на Ниссан, а ниссановцы на Тойоту. Ну да, спасибо, кстати, Иван, ответ это был решающим, да, в моем выборе, все-таки я действительно, я Ниссан Тиана именно полметрила как раз и рассматривал. Ну а поржавчины попробую спастись, наверное, пленкой, затянуть, чтобы не было сколов, ну таким-то таким образом. Ну пленку надо делать не у дилера, а в специальной ферме, которая сидит на коровьем валу, потому что они эту технологию к нам сюда принесли, и они немногие, кто работает с ней грамотно. А сколько раз я обращал внимание, как делают у дилеров, ну постоянно, то пузырями, то после первой мойки, то потом все отваливается. К сожалению, просто как-то не хотят они осваивать до конца эту технологию. Андрей, вот такое вот имя сегодня прорвалось к нам. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Сергей, скажите, меня вот интересует Ford Tornel Connect. О, хорошая коммерческая машина, вполне себе приемлемая и даже довольно результативная. Вы ее уже купили или только так принюхиваетесь? Я как бы, да, только примечиваюсь. Вопрос такой, там как бы три мотора. Вот меня последние два интересуют, 90 сил и 115. Там как бы объем один и тот же, ну, наверное, чиповка. Они меняют, я понял, передачи на отношения. По коробке, да. А что лучше? То есть, ну, по расходу 90, конечно, а вот по приемистости 115 получается? Или за счет отношений получается, ну, как бы она просто быстрее ехать будет, а тяга такая, ну... И то, и другое будут ехать достаточно разумно. У них вот этот рубеж 100-100 лошадиных сил решен двумя вариантами. Либо меньше 100, либо больше 100. И то, и другое едет. И то, и другое не гоночный. И то, и другое тянет за счет крутящего момента в расчете на груз, который вы на плечи кладете этой машине. Мы-то с вами же, Андрей, лихие русские ребята. Нам же надо, чтобы быстро, а с их-то позиции надо медленно, но надежно. То есть, оно не гоночное. Вы не сможете эту штуку раскочегарить, чтобы она летала. Нет, нет, нет. Самого дела о гонке, конечно, не нет. А еще такой вопрос, все-таки, ну, про Соляру много слышал? Да. И все равно, как бы, вы в любом разговоре про Соляру говорите все равно, что стрянете. То есть, если ехать на дальняк, как бы, на Соляре. Да, да, потому что, ну, нельзя быть застрахованным от топлива низкого качества в нашей стране. Рано или поздно, к сожалению, его хлебнешь. Если хлебнул просто с водой, это одно. Там, с водой еще как-то можно, там, если, тем более, есть возможность слить, или, там, по зиме, там, летом. Куча разных нюансов. Но мы точно знаем с вами, что не бывает равномерного качества в производстве топлива. Потому что в нашей стране топливо – это частная инициатива лиц, допущенных к эксплуатации наших недок. Государство самоустранилось. Оно абсолютно не контролирует этот рынок. Да, нарвемся. А что делать? Не ездить на дизелях? Дизеля классные. Если совсем далеко, значит, с собой брать бочки. Ясно. Еще по Китаю можно? Два слова. Как бы, ну, занимаюсь ремонтом машин. Частный гараж. Так. А вот, смотрите, приезжает товарик. Это вот, как бы, ну, такой пример знакомый. Рено Сценник у него. А Китай? Вот. Китай дальше будет. Я ему, ну, спрашиваю, какую машину выбрать. Ну, как бы, я с Китаем связывался. Говорю, Китай только не бери. Берет одного китайца, продает и берет другого китайца. Ну, что ж так. Почему не верят они доктору, который занимается исцелением этих автомобилей? Вот. Они себя обманывают. Вот это все российское. Да. Количеством опций. И вы обратили внимание, сколь агрессивны были звонившие в нашу программу защитники Китая. Именно агрессивны. Увы. Мое время истекло. До завтра. До завтра.